Очень сильно философские вопросы, которые вообще как история не подразумевает никаких сослагательных наклонений, так и собственно прогноз на будущее, это дело неблагодарное. Я, например, очень хотел бы, чтобы мы уже 70 лет прожили в мире, и мир был заложен как раз благодаря победе нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками, как раз заложила основу мировой безопасности, это Ялтинская конференция, которая состоялась в феврале 1945 года. И основой этой Ялтинской конференции была заложена и Организация Объединенных Наций, и основной миропорядок. Поэтому сегодня его собираются пересматривать. Я бы хотел, чтобы следующие 50 лет наши дети и наши внуки прожили в мире, но, к сожалению, сегодня такая тенденция очень нехорошая, которая в основном проявляется тем, что те или иные страны начинают пересматривать договоренности, пересматривать мировой порядок, мировое устройство, и бряцанием оружия начинают устанавливать свои законы. Вот это мне категорически не нравится. Поэтому хотел бы я, чтобы следующие 50 лет прошли в мире и в определенном понимании порядка, который, собственно, предсказуемый. Они не те или иные страны подстраивали его под себя. То, что мы сегодня видим, перекраивается практически граница на Ближнем Востоке. Сегодня создается террористическое государство, которое, как, знаете, такой паук опустился на страны Ближнего Востока, Иран, Ирак, Сирию. И я имею в виду исламское государство. То же самое происходит сегодня в Европе, когда практически перекроили договоренности, ялтинские договоренности, когда начали бомбить Югославию. Абсолютно беспредельно, абсолютно беспринципно. И результатом является трагедия народа, разделение страны на части. Сегодня то же самое видим на Украине. Поэтому здесь вот это некие закулисья, которые сегодня творит мировое устройство, оно так или иначе предполагает вот такие действия в отношении тех или иных стран. Поэтому вы спросили мой прогноз на 50 лет. На 50 лет это, я думаю, что будет прогноз идеалистический, потому что можно выдать желаемое за действительность. Я сказал, что я, конечно, хотел бы, чтобы мои дети жили в мире и в процветающей стране. Но боюсь, что это маловероятный прогноз.